Добрый день, друзья! С вами канал Дали от города и я Нина Коновалова. Как ни печально, но практически подходит к концу дачный сезон, середина августа, и мы уже можем смело заканчивать цикл видеообзоров о том, как увеличить урожай на наших приусадебных участках. Руки у меня вот такие вот сегодня грязные, все делаю руками без перчаток, поскольку люблю общаться с природой, с землей, естественным путем, не ограничивая доступ свой. Собирала урожай, и вы знаете, честно скажу, честно положа руку на сердце, это не все, что можно было бы еще собрать. Спина болит уже, если честно, жара наступает. В общем, на этом на сегодня я заканчиваю, займусь заготовкой на зиму. Сначала хотела было раздать томаты, вчера раздавала соседям, у кого что-то не получилось, а сейчас сыновья позвонили и сказали, мам, наделай консервацию томаты в собственном соку и наделай побольше томатного сока именно из розовых помидор. Но сегодня речь пойдет не об этом. Вы не думайте, что если у вас идет массовый сбор урожая, ваши овощи не надо подкармливать. Существует одна очень важная подкормка, самая простая. Вот если у вас удался урожай, самая простая подкормка, важная подкормка. И последняя подкормка. Она будет для многих не новость, ну а для начинающих дачников я обязательно о ней расскажу. К концу августа, особенно при такой погоде, как у нас в Волгоградской области, идет массовый сбор урожая помидоров. И, в общем-то, все равно день за днем он сходит на нет. Это закономерный процесс, становится холоднее ночами, солнце меньше светит, но подкормка продлит плодоношение томатов и ускорит их созревание. Сейчас, в конце лета, советую перейти на внекорневую подкормку, то есть по листу. Пока питательные вещества впитаются корнями, пройдет много времени, лучше опрыскать растение внекорневой подкормкой. И это подействует и быстрее, и успеет выполнить назначенную цель. Августовская подкормка для помидоров без химии состоит всего лишь из двух ингредиентов. Это древесная зола и борная кислота. Именно вот этот состав, он позволит и побыстрее вашим помидорам созревать и улучшить вкусовые качества. И те знатоки и умники, которые постоянно пытаются писать комментариях, что борная кислота вызывает ряд серьезных заболеваний. Но я не знаю, эту борную кислоту нужно что есть в ложках? Ложками измерять, чтобы нанести ущерб своему здоровью. Поэтому не пишите глупые вещи во всяком случае под моими видео. Литровая банка древесной золы. Все это заливаем в ведре кипятком, размешиваем и добавляем сюда воды, чтобы в общей сложности у нас получилось 10 литров. В отдельной емкости в стакане горячей водой разводим 5 граммов борной кислоты. Все хорошо перемешиваем и выливаем туда, где у нас уже зола есть. Дальше, если у вас есть проблемы с насекомыми, с вредителями, используйте хозяйственное мыло жидкое. 3 столовые ложки на 10 литров воды будет достаточно. Все перемешиваем и процеживаем. Процеживаю я, как правило, через друшлаг, поскольку я поливаю по листу через лейку. Я не использую пульверизатор, так как все-таки крупицы золы могут забить. А в вечернее время, полив через лейку, все прекрасно получается, подкормка по листу осуществляется в полном объеме. Древесная зола – это подкормка натуральная. В состав входит много калия, кальция. А калий, как известно, помогает томатам быстрее завязаться и налиться. Кальций укрепляет растение и борется с вершиной гнилью, которая, кстати, появляется, как правило, в августе. Борная кислота – это важный микроэлемент, который необходим для томатов. Он напрямую стимулирует образование и развитие завязи. Но сейчас уже нам развиваться завязем не надо, просто он стимулирует созревание и вкусовые качества, сладость наших помидоров. Вот эту приготовленную жижу в вечернее время обильно, прям обильно поливайте по листу. Можно пользоваться пульверизатором, можно пользоваться лейкой, неважно, но только в вечернее время, потому что если вы будете утром подкармливать, солнышко выглянет, быстренько все испарится, пользу помидор получит, но не такую пользу, когда поливать в вечернее время. Еще существует очень важная подкормка для перчика сладкого, именно августовская, и такая же подкормка без химии. Как ее готовить? Мы также будем заниматься опрыскиванием раствором золы. Вообще хорошим видом подкормки для ускорения созревания и придания сладости перчику является опрыскивание раствором золы. Однако, чтобы не обжечь корни и кусты, необходимо предварительно полить. Раствор готовится очень просто. Один стакан золы на 10 литров воды и не настаивая тут же делать прикорневой полив из расчета на одно растение где-то 1 литр раствора. Как вариант, вечернее опрыскивание плодов и листьев золы из расчета полстакана золы на 10 литров воды. Такое опрыскивание можно проводить и в пасмурный день. Эти несложные подкормки позволят ускорить созревание и улучшить вкусовые качества и собрать хороший урожай ваших томатов и ваших перчиков сладких. Это что касаемо подкормок. Вы видели, на протяжении всего сезона я не применяю, как правило, каких-то магазинных препаратов, но они у меня под рукой всегда есть. Есть и средства, к которым я положительно отношусь. Борная кислота, янтарная кислота, байкал М1, фитоспорин. Это те средства, которые безболезненно можно применять у себя в саду и в огороде, если народные средства не помогают справиться с какими-то проблемами. В конце видео я хотела бы, конечно, вам рассказать о помидорах черри, низкорослых, которые у нас уже растут самосевом. Это красная шапочка и божья коровка. Я о них ранее рассказывала, и меня очень часто просили показать эти томатики. Вообще, как они растут в открытом грунте. И вот смотрите, пожалуйста, я собираю урожай. Вообще, они у меня растут в большом количестве самосевом на протяжении уже многих-многих лет, поскольку, собственно говоря, вырастают и вырастают, и я их не выдергиваю. Нет, конечно, если где-то появляются кусты, и он мне мешает, я его выдергиваю. Так вот, вот эти томаты, они неприхотливы к заболеваниям. Ни разу не было никакой вершинной гнили, ни разу серьезных проблем фитофторы и что-то еще подобное. Это очень хорошие томаты. И самое главное, мне нравится то, что они не трескаются при консервации, и их можно замораживать. И при разморозке они не теряют свои кусовые качества и не растекаются, как другие помидоры. В общем, эти помидоры у нас всегда в нашем огороде, и я всегда жду, чтобы весной они всходили самосевом, поскольку многие уже пишут, что семена пересортятся и почему-то вырастают кусты достаточно высокие. Нет, 50-60 сантиметров этот кустик вырастает. Бесспорно, самые вкусные и полезные овощи выращены на своих грядках и своими руками. Сейчас на рынке представлено огромное количество препаратов для ускоренного дозревания томатов, для ускоренного дозревания перчика. Но стоит ли рисковать здоровьем? Я советую использовать безвредные способы и добавки, которые помогают быстрому созреванию ваших овощей, сохраняя при этом их вкусовые качества. Кстати, вот сейчас в августе до скорого созревания томатов старайтесь убирать все лишние листья. Уже солнце не способно нанести сильные ожоги, а удалив лишние листья, больные листья или какие-то уже пожелтевшие листья, вы освободите пространство и дадите вашим томатикам и даже перчикам дозреть. Это также ускоряет созревание ваших овощей. Еще раз повторяюсь, зола и борная кислота для томатов в августе и зола быстрого приготовления для перца в августе. Подробное описание рецептуры будет, конечно, в описании под видео. Ну а я с вами прощаюсь. Как всегда желаю вам крепкого здоровья, хорошего летнего настроения и богатых урожаев.